Привет, мои дорогие кошки! С вами Данали! Сегодня вышло новое обновление, видео, которое уже есть у меня на канале. И нам добавили трёх новых трагенинских лошадок, три новые масти. Гнидая, Рыжая и Вороная. Я хочу купить их все, потому что они мне очень нравятся. Но так как я хочу всё-таки оставить некоторое количество СК, я куплю только двоих. Со мной сегодня Елизавета Вокнопав и Катя Санкейк, мои две участницы, ученицы из моего клуба, мои верные девочки, которые решили со мной сегодня принять участие в покупке лошадки. К сожалению, во время записи я не могла записывать на микрофон, поэтому звук я сейчас накладываю отдельно. Значит, я не читала ещё на русском языке, что написано про кенинских лошадей, и когда делала видео про обновления, я тоже про это забыла. А сейчас я не могу это всё прочесть, потому что я на английском язычном через английский лаунчер зашла, потому что коней... Да, коней хочу называть на английском языке. Вот. Поэтому это как бы будет очень интересно, то есть там много-много текста, я потом его прочту. Потому что я... А хотя... А, ну я же читала, когда было первое видео про тракинских лошадок, когда я покупала первую тракинскую лошадь. Я же читала про эту породу, я что-то совсем про это забыла. Но бывает. А, как же я не люблю, когда вот ты стоишь, и к тебе подъезжает человек, и ты не можешь по нему попасть, ты попадаешь по продаваемой лошади. Значит, вот у нас дать текст на английском языке. Вот у нас гнидой кони. Закрываем. А, ещё одна. Пятнистая попа, которая нам мешает, в игнор. И... Ай, успела скрыться. Так, это у нас рыжий, тоже кони, с розовым носиком, очень симпатичный, с белыми гольфиками на каждой ножке. Так, пожалуйста, девочка, уйди. Не надо. Я раньше никогда в игнор не кидала, но во время записи я поняла, что это очень полезная вещь. Да. Одновременно я ещё и писала в чат девочкам, потому что мы не могли общаться в скайпе или в дискорде. Да и в чате было проще. Ага, да сколько вас тут. Уйдите. Не мешайте, пожалуйста. Разумеется, как только я закончу записывать, я всех верну из игнора в этот мир. Потому что... Ну, я их обычно все возвращаю. Есть люди, которые не чистят игнор? Да, что делать? Что делать, когда не знаешь, кого купить? Не, я знала, что начну я с рыжего. Потому что я... В детстве у меня был такой фильм. В компании лошадей там был раздел про скачки. И вот там вот скаковые лошади, там мелькнул рыжий скакон, и он мне безумно понравился. Поэтому у меня всегда была мечта в ССО, что у меня будет рыжий конь, и он будет скаковой. Значит, да, не останется у меня искай, если бы я купила трёх лошадок, поэтому покупаю только двух. На удивление, у меня опять не было никаких заготовок для имён, ни вообще ничего. Поэтому я просто нажала кнопочку. И, скажем так, под управлением своих каких-то мистических чакр, которые меня вели к нужным словам, к нужному имени, я просто прокручивала колёсиком. Это было очень весело. Если честно, я думала, что я буду безумно-безумно долго выбирать ему имя. Но, по-моему, в итоге всё равно пришлось помучиться. Кажется, вариантов было сколько? Три варианта, что ли, имени. Ну, хотя вот сейчас я уже выбрала последнюю часть имени. Хотя нет, если там флэш, то нет, ещё не выбрала кейк-флэш. Да, смешного имени было. Было бы. Но, в итоге, мне нравится имя, которое я сейчас ему дала. Вот. Так. Значит, выбираем, думаем-думаем. Видео я сокращать не буду, потому что не вижу в этом смысла. Ну, просто хочу успеть выложить это видео сегодня. Рендерится оно будет, наверное, у меня целый час. Потому что предыдущее видео именно столько и рендерилось. И пока оно рендерилось, я не могла ничего делать. Ей! Вы бы знали, как я обезжала и орала в этот момент. Дома ещё никого не было. Я просто себе заткнула рот и стучала рукой по столу. Просто ааа! Вот это вот. Даже на английском языке ты уже знаешь, что там написано «Поздравляем тебя с твоей новой лошадью», «Удачи с твоей новой лошадью», «Дай», поэтому я потом стала просто носиться и радоваться. Почему я не записывала без микрофона? У меня всегда есть возможность писать с микрофоном. Мне техника это всё позволяет. Мне не позволил это лающий пёс. Но к тому моменту, когда его уже вывели погулять, чтобы он мне не мешал, пришлось бы очень долго ждать, поэтому я начала просто записываю без микрофона. Так, теперь мы берём вот этого красавчика. Да берём, берём. Так, а пик мы там пролистываем, что-то непонятно. Нажимаю кнопочку «Взять». И ищем, ищем его имя. Значит, первого жеребца я назвала. Я уже забыла, как я назвала его. Flame. Flame. Да. Какая я плохая. Какая я плохая. Я уже забыла, как назвала-то меня. Так, надо срочно-назрочно. Flame Heard. Ищем, 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 мы ищем, мы ищем, мы ищем, мы ищем, мы ищем, мы листаем. Да господи, куда ж вы все лезите-то. Вот на удивление, когда я только-только-только приехала смотреть этих лошадей, народа не было вообще. Ну, ладно, ну человек. Да, один-два человека было. Всё. Никого. Я думала, я приеду, там будет опять толпа народу. Да нет. Я приехала, и там два человека было. Я сняла видео об обновлении в какой-то киреке. Решила попробовать. И... Вот. А вот сейчас вот народ решил приползти. Ой, но так хочется этого вороного ещё купить, но последний искат тратить. Нет. Потом. Потом, 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 потом. Я его тоже очень хочу. Я никогда не хотела так разум всех лошадей. Ну, точнее, чтобы вот у меня была возможность и купить разум всех. Тем более, что потом должны ещё одну вот тракенинскую лошадку пегаю добавить. Вот. Поэтому я подожду. Да и тем более, куда у меня, ну... Нет, куда. Есть куда. Их же надо качать. Но ничего. Так как это тракенинские, это новые тракенинские, я их должна быстро просто подкачать. Тут просто быстро-быстро-быстро взять и качать-качать-качать. За сегодняшний... То бишь, в день покупки, я надеюсь, каждого из них докачать до пятого уровня. Это несложно. А вот дальше я не знаю как. По отдельности их качать или вот каждому по уровню в день. Ну, просто так быстрее будет. Ну, имеется в виду, каждому. У-у-у! Покачать. Это сколько будет? Пять, десять... Десять дней. То есть уйдёт десять дней, чтобы покачать каждого коня. Вместе, если их качать. То есть каждому коню по уровню в день. Ну ладно, надо подумать. А-а-а! Ещё одна новая лошадка. Ребята, это невозможно воспроизводить те эмоции, которые у меня были в тот момент. Я всегда пищу, визжу, просто ору. Если вообще там предел, то стучу ещё руками по столу. Да. Я не хочу расширять конёшню. Не вижу в этом смысла. У меня и так вон лошадей нет, они все на пастбищах. Я оставлю только тех, которые мне нравятся. То есть, которых я хочу видеть в данный момент. Вот. Да, так что у меня там сейчас все новые модельки, кроме фриза моего последнего. Вот он, рыжик. Кстати, в одном из видео, которое было выложено на ютуб, где взломали файлы игры и показали модельки невыпашенных лошадей, изначально у рыжего была гнидая... Ну, я не знаю, даже какая-то... Какая-то серо-коричневая грива, в общем. Я думаю, если у него такую гриву и оставят, я его точно брать не буду. Но уже через некоторое время, буквально через несколько дней или через неделю, выпустили ещё одно видео со взломанными файлами игры, где вытащили вот этих лошадей. И вот, в общем, там уже был вот этот самый рыжий, который перед вами сейчас. Я решила вначале сесть на Гранд Раннера, потому что самое вкусненькое на потом. Я решила, что скаковую, мой хорошенький конь меня подождёт. Но мне так нравится. Вот осталось, чтобы им рысь переделали. Потому что то, что у них сейчас, это... Это не рысь. Это, знаете, это похоже на рысь маленькой ферликовой пони. Вот на что это похоже. А им она не подходит, такая рысь. Да, Катя уже от нас отъехал сенькейк, осталась Елизавета. Она честно меня встречала, смотрела, слушала мои эмоции в чате, которые я пыталась изобразить. Да, он хлопает мне. Так приятно, когда людям приятно просто ходить и смотреть на покупки лошадок. Если честно, я тоже это люблю, просто не всегда получается попасть на это дело. Значит, пока это всё такое. Но учитывая то, что у меня уже есть одна тракининская лошадь, моя сапфи, ну, я не видела смысла опять же все это малюры показывать, всё такое, 5-е, 10-е, 20-е, 30-е. Я почему-то решила, что я хочу сразу, просто незамедлительно, да, сфоткала. Я сфоткала его на обложку видео. Но я решила, что я хочу поменять этим двум жеребцам стрижки. То есть, сапфи, я посмотрю, когда приехала на ней, заехала, посмотрела, мне не понравилось ничего. Вот не люблю, когда люди подъезжают к тебе и стоят на двумя только потому, что у тебя такой же кон. Вот не люблю это. Вот смысл. Не подъезжайте, пожалуйста. Не трогайте меня, если у вас такая лошадь, как у меня. Ну, в общем, поехали смотреть мои стрижки. Да, вот я думала вначале, как это, я даже не знаю, я, наверное, шишки вначале хотела сделать, или корешку. А, не, корешку хотела сделать, потому что я обычно, ну да, шишки, но шишки на нём выглядят, знаете, как и на этом, на канемару. Длинный волос, длинный волос я не хотела, поэтому решила стричь его коротко. То есть длинная, это, знаете, такая а-ля прогулочная лошадь, я бы сказала. Такая сельского, что ли, вида. А я хотела, чтобы он такой спортивный, поэтому я ему сделала корошечку. Да. Надо сказать, ему она подошла очень сильно, мне очень нравится. Такая ещё чёлочка, мило. Мне надо сказать, как они ногу отставляют в бок. Да. Подстрингла я Гранд Раннера. Прям такое имя Гранд Раннера. Надо, нет, надо сказать это с более французским акцентом. Сейчас. Гранд Раннер. Ну, наверное, как-то так. Давно французский не практиковала, уже забыла, как произносить букву R. Гранд Раннер. Ну, как-то так, наверное. Наверное, это прозвучало ужасно, но... Я попыталась. Я просто попыталась. Так, теперь мы ставим его рядом с моей Сапфи. Паркуемся. Бум, 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 бум. Блям. Просто идеальная парковка. Паркуешься на лошадях лучше, чем на машине в GTA. Так, и садимся на моего рыжего. Flamehead. Flamehead. Идеальное имя для этого коня. Едем одевать на него другую миссию, чтобы произвести большего эффекта на наших учениц, одноклубников. Я уже не знаю, как их называть, участников, все сразу. Дракушики? Может, дракушками называют? Не, ну, просто я не знаю. У нас уеды, как это, типа Реал, КСК. Мы их учим, значит, ученицы, ученики. А с другой стороны, они говорили, как участники клуба. Ну, кстати, расскажите, вот у нас клуб в игре, типа Реал. То есть, реально верховая езда, реальный клубный спорт. Приближенные к реальности по максимуму стараемся. Вот как называть тех, кто у нас состоит в клубе? Я директор. У нас есть руководители. Учеников, как называть? Ученики. Или участники, все-таки. Мне кажется, если реально КСК, то это ученики. Вот вы скажите, напишите в комментариях, как это правильно называть лучше. Или просто дракушками вас всех называть. Я не знаю. Да, значит, седло, уздечку. А, да-да-да, я потеряла седло. Я искала седло. Черное, с белой... Как его? Ну, такой, с белой штучкой. Да, вот это вот седло. Я его вначале потеряла, не могла его нигде найти, у меня уже начиналась паника. Потом нагавки. Нагавки на... Ну, ладно, бинты. Одевай бинты. Да не нагавки, а бинты. Я просто была неуверена. Чё, я хочу имя? Ну, в итоге я одела бинты, конечно же. Закрыла. И пошла навстречу телевизору. Я слегка подлагивала, потому что в этот момент рендерилось другое видео. Так, да, мы выходим. Тут тоже кто-то на рыжем коне. Но сейчас мой конь будет отличаться от всех. Значит, я показываю, всё такое. Ну, вот, ну, Рейс, исправьте, пожалуйста, Рейс, я не знаю. Они так в реальности ходят? Мне кажется, нет. Если бы они так в реальности ходили, я сомневаюсь, что... Ну, после моего мнения, что их бы там допускали до конного спорта. Ну, хотя, я не знаю. Я не сравниваю. Я так мельком посмотрела видосики про этот пароль, и всё. Как они рысят, я особо-то и не смотрела. В общем, я думала этому коню сделать длинную гриву. Потом вспомнила, что он как бы скаковой. Какая длинная грива. Однозначно шишки. И купила ему шишки. Вот, всё. Мой красавчик готов. Вот. Всё это было классненько. Жалко, что звук не могла записывать. Потому что такие эмоции, их нельзя передавать потом. Их надо передавать здесь и сейчас. Вот. Энда будет скаковой. Я написала, я даже... Я потом, после того, как видео сняла, я ещё полчаса носилась на нём под музыку эспирита Here I am. Под песню. И это было, знаете, это было круто. Я поняла, что это реально мой скаковой бой. Проблизывай, въехал. Парковаться умеем. Вернули, выкнули. Надо, дымнули, дымнули. У меня дымнули, все дымнули. Так, ну что ещё сказать. Ох, господи, резкие арабы на скачке. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Простите, что я его не сокращала. Не решила, чтобы вы увидели весь процесс, как он есть. Не сокращенный, не ускоренный. А вот эти честные 18 минут попытки. Всем спасибо за просмотр. Любите своих лошадок. И не забывайте их чистить, тренировать. Пока. Продолжение следует...